Девушки отдыхают Ну а мы начинаем Подбитую со злодеями Но более интересно смотреть Именно за их взаимоотношениями Они начинают спорить Ведь они находятся под влиянием силу риска С трудом себя контролируют Кот Нуар готов на пролом Гасить 30 метровую дилту Каталклизмом И вообще один на один на изи Леди Баг его останавливает И спор только накаляется Кот Нуар говорит Леди Баг Что не нуждается в ее защите И пытается самостоятельно справиться со злодеями Также он уверенно говорит Что их Леди Баг Супер Кота Невозможно коматизировать Зачем им тогда быть такими осторожными И эти слова пробуждают у Леди Баг В флешбеке серии Белый Кот Где его коматизация И ее раскрытие личности Привело к катастрофическим последствиям И она озлобленно отвечает Что тот не знает о чем говорит На что кот огрызается Что вероятно она права Но он не знает правды Леди Баг всегда от него все скрывает Она хоть и пыталась Тихомирить пол кота Но ее отвлекает злодея риск Который выглядит со стороны Как обычный мальчик Игорен его не раз спасает Не осознавая что это Акоматизированный злодей Герой Леди Баг и Супер Кот Спасает мирных жителей Парижа Которые без ума лезут в самое пекло Но работают герои по отдельности И верю мне приходится звать героев Команда Супер Хероу Парижа Готова навалять людей Себе Ведь любые применения сил героев на злодея Коопируются этим злодеем Так и выходит Что теперь вместо одной гракоземли Три с улучшенными силами И здесь происходит Один из важных моментов финала сезона Рюк отбивает атаку злодея Который запустил карюсель Прям в героев Но она не знала Что отправила объект По траекторию к зданию На котором находилась скрытая Рена Руж Которая наблюдает И помогает Леди Баг ориентироваться Ее силы не могут ее защитить От столь мощного столкновения А герои и не знали Что она там находится Кроме Леди Баг Но ее спасает Карапас Выдав тайну Что он знает О ее скрытом положении И дальнейшей помощи Леди Баг Под предкрытием Это разочаровать Леди Баг Что она и показывает Своим видом Али Ну главное что Аля жива и здорова Именно она заметила Что на каждом герое Становлена странная метка Лапкой лягушки Который крупно красуется И на данном мальчике И сразу рассказывает Об этом Леди Баг Которая быстро сориентировалась Что это акуматизированный злодей Но попытки найти акумы Не увенчались успехом Она не знает Где находится данный объект Интересно то Что Кот Нуар Под влиянием сил Риска Уходит от команды В самостоятельную битву Со злодеями И по случайности Использует катаклизм На одном из них Сделав синти монстра Еще сильнее И Леди Баг Ничего не остается Как использовать супер шанс Где его поддает Проездной билет на поезд Который намекает ей На станцию Депо Где она в последний раз Видела Адриана Агреста И у нее появляется план Где она использует Два талисмана Талисман лошади И зайца Лошади Чтобы телепортироваться В вагон к Адриану Агресту И сделать его Новым героем команды Дав талисман собаке На тех же условиях Что и всегда По окончанию битвы Отдать Адриан с радостью Принимает это предложение Чему очень рада И сама Леди Баг Маринет Вот только она не знает Что это не Адриан А Феликс Который только что Не смог активировать Талисман павлина Потому что тот Казался фейковым Он увидел Как работает передача Талисмана У Леди Баг Его владельцу Что нужно обязательно Запомнить Ведь это позже Сыграет злую шутку С помощью талисмана кролика Она перемещается Во времени Но не ломает таймлайн Вместе с героем Феликса Она отправляется В момент создания Злодея Риск Ну не чтобы проследить Куда он Делокоматизированный предмет А чтобы с помощью сил героя собаки Как бы сохранить В буфере этот предмет И отправиться В настоящее время С помощью этих же сил собаки Найти его На который направит Мячик героя собаки Надеюсь вы поняли Короче его силы Позволяет быстро Обнаружить какой-либо предмет И просто телепортировать Его герою Настоящее время Не самое радушное Эх В городе творится хаос Все герои Бессиленные И побитые бандитами Предмет находится На карте Парижа И Леди Баг Легко избавляется От атакового И сил злодея Риск Герой отходит от шилы в жепе И кот Нуар возвращается К Леди Баг Но находит ее С новым героем С которым она Очень мило общается Что снова расстраивает Котика И даже их знакомство Его никак не радует Ведь он ведет Как Леди Баг Относится к нему К ним Типа котик собачка Милота Да? Что за? Леди Баг и собакен Перезаряжаются Для дальнейшей битвы Уже со синтимонстрами План прост Супер шанс Солнцезащитные очки И копирование Их для всей команды А дальше Отжаривание Синтимонстров Без регистрации СМС Отправка их В тур на солнце Да и конец Вот только как Леди Баг Добыла перышко Для чудесной Леди Баг Остается чудесной Загадкой Но у Феликса Другие планы И он в тайны Уходят У Леди Баг Рене Руш Происходит диалог Аля понимает Что подвела Леди Баг И соврала ей О ее раскрытии Как действенного героя Помимо всех остальных героев Узнал и Бражник А это в леса Очень опасная информация Ведь зная ее Дед чуть не раскрыл Аля отказывается От талисмана По логичной причине Но Леди Баг Не принимает отказ Явно об этом жалея Но Аля Осознает всю опасность И насильно Отдают талисман Подруге на хранение И на положительные И немножко грустные Нотки Рене Руш Уходит со своего Поста героя На многие серии Если даже не навсегда Осознайте это Только вот сюрпризы Продолжается Леди Баг Не находит Адриана На месте сбора Где она должна была У него забрать талисман Ведь Адриан То есть Феликс Поджидает Габриэля Греста дома Который общался После своего поражения С Натали по телефону Натали беспокоена тем Что не может найти Адриана И нам явно Дают понять Что ее здоровье Не в самом лучшем положении Что очень грустно Но не Лайли Она по какой-то Странной причине Относится к недугу Натали Положительно? Почему и зачем Пока остается загадка Но не застрить На этом внимании нельзя Феликс сразу Выкладывает все Карты на стол Габрюхи Который просто В шоке от ситуации Ведь теперь его Жизнь Брашника Под угрозой Но у Феликса нет В планах раскрыть Его личность Леди Баг В соседней комнате Адрин собирается Отправиться к отцу И мог бы увидеть Всю эту картину С Феликсом Но и восстанавливает Леди Баг Который просит Вернуть талисман Который она вручила ему Но в непонимании Он не может Ничего предоставить ей Ведь она ему Не вручала Никакой талисман И Адрин догадывается Что это был Феликс Леди Баг Впадает в шоковое состояние Ведь допустила Невероятно Серьезную ошибку Феликс предлагает Габрилю агрессу Обмен Достаточно щедрый Все талисманы Шкатулки Леди Баг Кольцо Де Ваниле Которое он спер ранее В обмен на Один талисман Павлина Именно Павлина Неохотно Габрил соглашается Но он понимает Что ходит По краю лезвия Идя на такой шаг По правилам Феликса И первая часть сделки Исполняется Кольцо на талисман Павлина А дальше и то Что повлечет за собой Огромные последствия Как и с акоматизированным Предметом ранее Феликс Крадет у Леди Баг Ее Ее Потому что ранее В крысу Так сказать Запуферил ее втихаря Когда та ничего подлого Не ожидала От Адриана Агреста Он забирает ее И Габриэль Быстро вытаскивает Абсолютно все Имеющиеся талисманы В шкатулке Леди Баг Начинает паниковать Плакать И растерянно Стоит в ступоре Пока Адриан Быстро выдавливает Из нее информацию И дает ей возможность Быстро подкрепить Своего Аквами Чтобы перевоплотив У Бражника Как это я все Эмоционально говорю И на этот раз Он их будет оберегать Намного лучше Чем в финале Второго сезона Сделка с Феликсом Состоялась Теперь Леди Баг Потеряла талисманы И звание хранителя Сидя на крыше В слезах Она встречает Обращение обновленного Бражника Со всеми талисманами Леди Баг Впервые за сериал Находится в отчаянном И действительно Напуганном состоянии Обращение Бражника Слышит весь Париж И теперь угроза Нависла над городом Намного опаснее Чем это было ранее Весь Париж Даже Хлоя с испугом Наблюдает за Предстоящими Непростыми временами Но к Леди Баг Присоединяется Кот Нуар Единственный герой Имевший талисман при себе Он абсолютно готов К предстоящим последствиям Протягивая руку Леди Баг Как бы приглашая В это нелегкое приключение Леди Баг разнеет Она наконец-то Осознала Кто ее напарник Кто является Настоящей рукой помощи И поддержка По красным щечкам Видно Что она принимает Призыв кота Встать и сражаться Как и весь Париж Который поддерживает Леди Баг Старая позади Теперь Бражник Стал еще сильнее Нет команды Героев Парижа Но с ней осталось главное Ее верный напарник И друг Кот Нуар Который несмотря ни на что Ни на постоянное Игнорирование И пренебрежение Первый протягивает Ее руку помощи И теперь Леди Баг И Супер Кот Будут снова бороться с врагом Ставшим намного сильнее И опаснее Финальная сцена Четвертого сезона Это что-то невероятное Ее обязательно нужно видеть Ссылка в описании Что же теперь ждет наших героев Именно так закончился Четвертый сезон Леди Баг И Супер Кот Который абсолютно Не оправдал мои теории Зато подрел То ради чего Стоит ждать новый сезон Интересно что Впервые финал сезона Заканчивается почти Как клиффхенгер Оставляя как бы Незавершенную историю Но начиная новую Более яркую И интересную Теперь Бражник Имеет все талисманы Ведь Аля Не сумев скрыть Правду от Нина Рассказала про Скрытую Ренаруш Еще в серии Если застрял Я тогда застрял внимание Что это может сыграть Плохую шутку Так и произошло Хотя именно Благодаря этой оплошности Аля сейчас цела И невредима Бражник имеет в руках Все талисманы Кроме Леди Баг И Котануара А также Павлина Которую он отдал Феликсу Он стал намного сильнее И если даже с двумя Талисманами Он строил такие Коварные планы То сложно представить Как он пустит В оборот Все эти камни чудес Причем всего лишь Против Леди Баг И Котануара Без комбинаций Без дополнительных героев Все как в первом сезоне Только теперь Злодей Бражник В десятки раз сильнее Что безумно интригует А что там с Феликсом Зачем же ему Талисман Павлина Сложно представить Как этот хейтерец Может пустить в оборот Столь мощный камень чудес Но я рискну сказать Что его страсть В получении Именно этого талисмана Обусловлена его Возможностью Создать любое живое существо Вплоть до настоящего человека И вернуть Своего отца Это один из самых Логичных предположений А может даже Эмили Ведь мы ранее видели Что он относится И относился к тете С теплотой Однако как его действия Повлияют на Леди Бага Кота Нуара Когда он находится Далеко от Парижа Остается загадкой На пятый сезон Но Феликс Сто процентов Сыграет свою роль В грядущих событиях Как будет разворачиваться Пятый сезон И какая концепция Будет в нем Четвертый сезон Имел особенность В добавлении Большого числа Новых супергероев В необычными силами Злодея темнообразника В напряжении Отношений с Котом Нуаром Которые получили Счастливый конец А также В раскрытии тайн Леди Баг К некоторым людям Но пятый сезон Будет иметь Даже более интересную Концепцию Мы снова Ностальгически Окунемся В первый сезон Когда обычный Леди Баг И обычный Кот Нуар Вместе Команда Против Бражника Вот только Бражник Стал во много раз Сильнее и опаснее Главная цель В пятого сезона Будет возврат Всех Камней Чудес Обратно Это упомянул Сам Кот Нуар В финальной сцене Четвертого сезона Как это будет происходить Загадка Но в течении Пятого сезона Мы будем почти Каждую серию Наблюдать Как герои Будут исправлять Риск Леди Баг И возвращать Камни Чудес И это Очень интригует И будоражит Но на этом Не может стоять Весь пятый сезон Драма Это именно то Что нужно будет Этому сезону Больше эмоций И чувств От которых мы Будем рыдать Как дети Но только Если это будет достойно В реале Кто-то будет Помогать нашим героям Хотя герои И без супер сил Тоже герои У меня больше Остается вопрос По поводу Лайлы У нее типа Какая-то фишка Сковарная улыбка Или это намек На что Причем тут Натали Блин Ее жалко очень С ней явно Что-то не так Грустно девочке Финал четвертого сезона Оказался офигенный Дав нам удочку На новый И теперь безумно Ожидаемый Новый пятый сезон Серия Ответный удар Получилась на 100% Не такой Как я ожидал Но это неплохо Ведь финал сезона Дал отличную возможность Для наикрутейших сюжетов Которым я уверен Будут радовать нас авторы Ожидается начало Пятого сезона В конце лета Или осенью Работа над ним идет И это уже радует Я доволен Четвертым сезоном И его финалом Скоро сделаю Отдельный выпуск О всем сезоне И его минусах И плюсах Обязательно Напишите свое мнение О финале сезона Действительно ли он так крут А я с вами не прощаюсь Пока живет ютуб Я буду радовать вас Постоянным новым контентом Всем мира и добра До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok